Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой папа однажды был на собраниях на одних, где я там первые разы в своей жизни выступал. Он так в конце не знал, как меня об этом спросить. Он так спросил меня делегатно. Он сказал, слушай, а ты уверен, что ты должен это делать? Потому что основные слова, которые я говорил, это было «э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э». Ну я не умел просто, но мне хотелось. Мне очень хотелось, но я не умел. Успех – это где-то 2% таланта и 98% практики. Вначале ты «э-э-э-э-э-э-э-э-э-э». А потом у тебя нормально уже получается. Хорошо. Ну ладно. Молодцы. Очень много с первого занятия запомнили. Это очень круто. Я впечатлен. Ну даже несмотря на то, что, может быть, вы из тетрадки подглядывали, все равно впечатлен. Теперь с вами я перевернул колесо, да? Перевернул колесо. И начнем разбирать ключи. И там у нас с вами есть пицца личностный рост. Личностный рост. Вот. И расскажу главный ключ, связанный вообще, ну, с моей точки зрения, главный ключ, который тебе дает основания для развития. Этот ключ, он как раз из сферы личностного роста. И, ну, вот, я не знаю, в современной биологии есть такое? Вот мы учили в школе такую собаку Павлова. Кто-то помнит собаку Павлова, да? Все помнят собаку Павлова вот почему. Там это такая удивительная собака, да, которой давали еду, зажигали лампочку и звонили в звонок, да? И каждый раз, когда ей давали еду, зажигали лампочку и звонили в звонок. И потом в один определенный момент ей просто уже не давали еду, а зажигали лампочку и звонили в звонок, и у нее текли слюни, да? И все говорили, рефлекс, да? Рефлекс. И теория, там, исследование человеческой сущности, психология, и все продвинутые психологи до определенного времени говорили, что человек живет вот по какому принципу. Что всегда есть раздражитель, раздражитель. И всегда есть реакция, да? Есть раздражитель, есть реакция. И собака Павлова раздражителем, ну, являлась звонок и свет, да? А реакции у нее текли слюни. И то же самое говорилось о человеке. Ну, типа, там, что если, например, простите, что я так говорю, ну, как бы такой пример, который приводят, там, я там занимаюсь с разными социальными психологами, они там исследуют эффективность работы человека, и они говорят, что, например, если на работу приходит новая сотрудница, а у нее короткая юбка, то мужчины несколько недель потом в офисе неэффективны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова